Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу показать свой один из самых любимых рецептов маринованных грибочков. Для начала нам понадобятся грибы, либо шампиньоны, либо вешенки. Используя шампиньоны, конечно, лучше взять меленькие. У меня как раз делала там запеканку и отобрала себе именно меленькие грибочки очень удачно. Небольшое количество, поэтому решила замариновать одну баночку. В общем, все делается очень просто и реально за 5 минут. То есть мы смешиваем подсолнечное масло, воду, соль, сахар и специи изначально. Я делаю на 250 грамм грибов. Рецепт вам указал на полкилограмма, а вы уже там смотрите. Килограмм вы будете делать, полкило, то есть делите по-своему. Еще для того, чтобы более пряные у нас были грибочки, очень вкусные и интересные, я обязательно туда добавляю перец горошком. Это у меня и обычный черный душистый, и обычный душистый. В смысле, обычный черный и обычный душистый. Также сюда добавляю где-то 3-4 штучки гвоздички. Еще иногда, если уже хочу, чтобы они прям совсем не были такие интересные, как маринованные, добавляю где-то пол чайной ложки семян горчицы и, может, пару бубочек кориандра целых, не молотого. Закипает моя смесь эта вся, и я в нее просто забрасываю помытые грибочки свои и перемешиваю. Накрываю крышкой, и вот так вот под крышкой они у меня варятся в течение 5-7 минут. Их за это время нужно пару раз помешать. Грибы дают сок, и они, собственно, получаются как в собственном соку. После того, как они у нас поварились 5-7 минут, добавляем сюда уксус. И оставляем вариться еще буквально на одну минутку. За это время мы с вами выдавим зубчик чеснока в банку сразу, которую мы будем складывать. И уже в эту банку отправляем наши грибы. Выкладываю сюда грибочки и заливаю оставшимся маринадом. Из 250 грамм у меня получилась практически полная полулитровая банка. То есть, смотрите сами. Оставляю их остыть при комнатной температуре, и затем в холодильник. После холодильника их уже можно кушать, это буквально после остывания. Но лучше, конечно, пускай они постоят у вас ночь. Их уже можно кушать и так, а можно их еще немножечко заправить. Допустим, добавить сюда капельку еще подсолнечного масла. И добавить какой-либо маринованный лучок, или просто зеленым лучком присыпать. Петрушечка, укропчик, все по вашему вкусу, как вам понравится. Но, собственно, эти грибы и так такие очень интересные и вкусные. Я уверена, вам понравится этот быстрый рецепт. Не забывайте поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok